Добрый день! Сегодня мы в учебном классе. Ренат складывает печь двухколпаковую по проекту. Процесс идет своим чередом, так скажем, подходим к колосниковой решетке, к топливнику. Медленно, но верно идем к цели. Печь складывается на глине, на песчаном растворе, чтобы можно было это все разбирать, собирать. То, что сейчас печь собираем, это одна из простых печек, которую используют, как правило, на дачах, домах. Это первый шаг в печном деле, чтобы, так скажем, и кирпич с кирпичом поработать, и научиться делать самые простые печи, которые эффективны и будут обогревать. В дальнейшем обучение, это уже самообучение, саморазвитие, то есть погружаться в более сложные процессы, делать обширным функционалом, то есть как раз это уже остается на специалиста. В чем он готов остаться? В простых печах и делать их регулярно и много, или делать что-то эксклюзивное в небольшом количестве. Поэтому здесь, говорю, от тандема многое зависит, от скорости, как быстро будет это все делаться, качественно. Сегодня у нас третий день, да, по счету, уже с печкой? Да. Третий день, то, что мы работаем с этой печью, сейчас будет укладка плиты, подготавливаем материалы, то есть базальтовый картон, сейчас мы нарежем его аккуратненько здесь, выложим, чтобы он уже амортизировал, и сверху будет положена плита. Я думаю, что еще пару дней, и Ренат уже сделает, причем сам печь, то есть здесь ни одного кирпича, сами я не ложил, то есть здесь полностью работа Рената. Поэтому, ну и была у нас договоренность, что я советом помогаю, есть проект, ты смотришь, сам стараешься вникнуть, чтобы это было более, так скажем, ну что не всегда есть рядом, кто может подсказать, именно чтобы сам вник, и это, так скажем, к саморазвитию тоже вело. Поэтому здесь каждый кирпич положил Ренат, я думаю, это тоже один из плюсов, чтобы человек сам доходил. Базальт укладывается для того, чтобы не было продымливания. Так, ну все, вот в эту часть, здесь сейчас надо будет подложить, на меня и ноги. Вот, легла. Везде по периметру есть зазор, 5 миллиметров, чтобы при расширении плиты, плита не даванула на кирпич. Ну, забавно, интересно. Опыт такой приятный, но в целом, конечно, не идеально. Очень много еще работы предстоит, очень много нюансов, набивать руку. Могу сказать с уверенностью, то, что обучение мне действительно нравится. Получаю удовольствие от моментов. Для меня, кажется, это очень такое благородное, достойное занятие. Первое время, конечно, безусловно, только простые работы. Хочу тренироваться, учиться, познавать. А, ну, а в дальнейшем, в перспективе, конечно, можно уже и авторски делать какие-то более дорогостоящие и трудновыполнимые. Что хотелось бы от себя сказать. Прошло уже две недели. Что мы за это время сделали? Ну, даже не две, наверное, полторы. Сначала мы начали работать над кладкой просто кирпича, то есть правильно выставить угол, стенку, поставить уровень, поработать с уровнем. После этого перешли уже к кладке печи. В процессе мы делали выезд на чистку печи к ребятам, то есть Ренату также показали. Хотелось, чтобы человек полностью получил все, что нужно, и уже потом отправился домой покорять Хилок. Город Хилок. Город Хилок. Да? Сегодня у нас итог первой печи. Ренат выложил печь самостоятельно, полностью каждый кирпич. Печь выполнена. По моим ощущениям, для новичка, для первого раза она отлично. Конечно, есть нюансы по грехе, то есть с кем не бывает, печь будет работать. Пять дней без трубы, в принципе, это уже чего-то стоит. Человека с нуля, чтобы за пять дней положил печь, я думаю, что это достойно. Сможешь сам теперь сложить? Думаю, да. Такую же печь? Да, да. Сложу. Ну вот это я и хотел, так скажем, понять и для себя доказать, и для тебя доказать, что можно научиться всему, то есть было бы желание. Да, конечно, если есть желание, то в целом сейчас я думаю, запросто смогу сложить такую печь самостоятельно. То есть уже без присмотра, без подсказа, помощи. А что мы еще делали, то есть за это время? Мы сделали распушку. Было сложно? Ну, поначалу. Ну, если руку набить, то будет намного проще. Сделали выдру, то есть, да, водоотлив. Да. Тоже все, я думаю, что сейчас уже понимание есть. Вариант трубы, ну, так скажем, с прямым кирпичом, с радиусом. То есть тоже все смотрит симпатично, с тем условием, что человек никогда не ложил кирпич, вот эта первая печь, рената, и эта грубо труба. Мне кажется, смотрится достойно, то есть, тем более, когда она чистенькая, ровненько, все, прям, глаз радует. У нас еще по целям сделать один ремонт бесплатный. Про ремонт я видео уже снимал, то есть оно будет к тому, чтобы тоже закрепить, именно на практике, на живой, сделать ремонт, чтобы печь заработала, то есть, и это будет, я думаю, тоже хорошим примером, хорошим опытом.